Синоптики предупреждали об этом заранее. Опасные выходные ждали жители нескольких регионов Сибири. В Алтайском крае шторм начался в пятницу вечером. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Только в Барнауле в единую дежурную диспетчерскую службу с 8 вечера 3 ноября до часу ночи 4 поступило 477 звонков. Поваленные деревья, разрушенные рекламные щиты, поврежденные крыши. К счастью, никто не пострадал. Последствия шторма устраняли все праздничные дни. Например, из-за ветра возле Барнаульской гимназии номер 74 упало дерево. А этим деревьям сколько лет? Лет 50 это точно, но им больше. Из-за стихии также в Барнауле на пересечении улиц Энтузиастов и Георгиева упала остановка. А вы приехали поднимать, да? Да, остановку устанавливать. Сколько вообще таких подобных случаев? Ну, не могу сейчас сказать. Единственная пока остановка после таких погодных условий. Впечатлениями жители региона делились в социальных сетях. Больше всего внимания к рухнувшему шатру дельфинария в краевой столице. ЧП произошло в пятницу вечером. В это время выступлений не было. Ни артисты, ни животные не пострадали. Всю субботу велись восстановительные работы. Да, только не обрушение. Плановый демонтаж конструкции. Чтобы избежать смещения и повреждения нашей конструкции, было принято решение о частичном демонтаже именно с ветреной стороны. Посудавших нет, артисты чувствуют себя хорошо, находятся в тепле. В связи с этим возможны изменения в графике работы на ближайшие годы. С 3 ноября энергетики работают в особом режиме. Из-за ночного шторма в 29 районах края были проблемы с электроснабжением. Восстановительные работы вели 19 бригад. Это больше 80 человек. С ситуацией справились. Резервные источники питания для обеспечения временного электроснабжения социально значимых объектов использовать не пришлось. Ситуация под контролем. Телефон горячей линии энергетиков работает круглосуточно. Ольга Штополь, Елена Заздравных, Валентина Аскерова, Анатолий Фукс. Новости.